Так, друзья, всем привет! У нас сегодня прямой эфир. Подключайтесь, подключайтесь, прямой эфир про энергию, где ее взять, как ее правильно расходовать и почему же она так быстро уходит. Энергия. Сегодня мы говорим с вами не просто про какую-то псевдопсихологию, мы сегодня говорим с вами, как всегда, как я люблю, по-научному и с максимальной пользой для себя. Я что-то причесон у меня сегодня такой себе, ну ладно. Так, энергия, где взять? Этот запрос поступает мне просто миллион раз в директ, миллион раз на ютуб с просьбой снять видео. Я вам говорила о психологических аспектах, да, о здоровом образе жизни вы записали, кто был у меня в марафоне по психологии лишнего веса, психологии стресса, все те знают. Но сегодня мы говорим об общей информации, которая поможет тебе просто каждый день справляться с той задачей, которую ты перед собой ставишь. Чем больше задач ты ставишь, тем больше энергии ты расходуешь. Соответственно, тебе нужно где-то качаться, подкачивать эту энергию. Я буду говорить только о полезностях, поэтому бери ручку, вопросы пиши вниз, и я отвечу после того, как закончу с тобой прямой эфир. Энергия, где взять? Так, коферменты есть во всех живых клетках, синтезируются из аминокислот. Триптофан и витамин B3, запоминай, триптофан, и это первые колеса для твоей энергии. Триптофан, B3 и NAD, есть такой комплекс. Что касается добавки NAD, то есть два таких важных момента. Она может метаболизироваться, то есть создаваться в кишечнике и не срабатывать по назначению. Или она может не окислиться до нужной формы. Эффективнее налечь на B3 и заодно, кстати, на B6. И тогда, что у тебя будет? У тебя будет синтез NAD и стриптофана, и не будет ничего замедляться. В любой аптеке, самой банальной аптеке, друг, продается янтарная кислота. Купи ее и начни пользоваться. Она увеличивает количество коферментов, которые в том числе доставляют тебе кислород. Коэнзим Q-Q10. Что это такое? Витаминоподобное вещество, которое тоже участвует в производстве энергии. Жирорастворим, поэтому нужны либо капсулы с маслом, либо просто едим с жирами. Если достаточно жира, то ты прям молодец. Из продуктов его больше всего в красном пальвом масле. Если такое знаешь, то вот прям тебе голову использовать. Так, из той же оперы. Магний, опять ты, друг, да. Именно магний тоже поддерживает производство энергии. Все еще не купил себе баночку или соль? Ну, тогда и зря. Пару слов тебе расскажу о твоей еде. Какую еду ты знаешь, ты себе поставляешь в организм. На тех дровах ты и едешь. Плохая еда, плохие дрова, плохое производство энергии. Только когда глюкоза начинает сжигаться, если ты питаешься только глюкозой, ты просто в хроническом истощении. Поэтому я тебе советую радовать себя не только глюкозой и углеводами, но и переходить оптимально на... Все никак не прихорошусь. Оптимально на жиры и белки. Элькарнитин. Супер штука, которая тебе поможет участвовать в любой вообще физработе. Это синтез белков, это полезность митохондриям и ноль старения. Коль же мы заговорили про аминокислоты. Вот еще одна. Если принимать ее вместе с B6, то апатия и вялость уйдет полностью. Это фениланин. И вот это такая штука. Теперь небольшая история по адаптогенам. Что это за вещества? Это растения, которые помогают адаптироваться в условиях стресса организму. Они берут твой ресурс, у тебя взаймы. Не берут. Вообще не берут. Они просто помогают тебе оптимизироваться. И что же это такое? Они поддерживают иммунитет, дают энергию, тонизируют нервы, успокаивают. Итак, запоминаем. Осень, весна. Привет всем моим невротикам. Любимым людям, кто в депрессии. И что первое им нужно делать? Классика жанра. Женьшень, радиола, лимонник китайский, элеутроукок, ашвагандха, левзея. Это все тебе поможет. Женьшень хорошо регулирует углеводный обмен, радиола при стрессе, лимонник модулирует иммунитет, или элеутроукок снимает усталость и повышает работоспособность. Мака это повышает либидо и тетям, и дядям. Всем просто повышает.